Жители базарно-карабулакского района оказались отрезаны от цивилизации. Автобусного сообщения с селами практически нет. Чтобы добраться до районного центра, людям приходится оплачивать попутные машины. Выходит накладно, особенно учитывая, что пенсии и зарплаты в селах более чем скромные. В ситуации разбиралась Елена Петрова. На Старые Бурасы нет, на Озерки нет. Не знаю, чем мы будем ездить. Вот только, значит, даже на Саратов нет рейсов. Отчаянных надежд однажды увидеть в расписании свой автобус Ольга пока не оставляет. Но сейчас добираться до родного села приходится на попутках. Женщина живет в Старых Бурасах. До районного центра базарного Карабулака почти 40 километров. Дорога туда-обратно обходится в копеечку. Если несколько дней подряд ездить на прием, допустим, к врачу, направление выпишут на анализу. На второй день надо ехать их сдавать. На третий надо ехать забирать. На четвертый опять на прием к врачу. И вот, 500 рублей машина туда и обратно. В той же ситуации оказались жители не только Старых Бурас. Автобусы не ходят во многие села района. Какая деревня у вас? Из Большой Гусиха. Гусиха, Белый Ключ. Туда вообще ни одного рейса нет. И как? На чем вы ездите? На чем придется. Пенсии вот проработали, вот пенсии вот минималку. Как вот ехать? Нанимать машину. А иногда их спасает скорая помощь. Фельдшер Ирина Подлеснова шутит. По совместительству кондуктор маршрутки. Правда, возит людей бесплатно. Говорит, душа болит за пожилых и за детей. Если бы не машина скорой помощи, они бы не смогли добраться до больницы и школы. Правда, зимой придется туго. Дороги заметет, и тогда даже скорая не проедет. Дети у нас не будут с Белого Ключа учиться в Гусихе, не будут по две недели. Я хожу вот по сих пор выше пояса, по снегу, чтобы мне добраться до Гусихи. Представляете? А каково больного везти? У нас доходит до того, что больного я везу на санках. На санках. Скорая не может пробиться? Дороги у нас не чистят. С их общей бедой на прием к главе администрации района приходит Ольга Ломоносова. Правда, чиновник разводит руками. Помочь не может. Говорит, автобусное сообщение в Базарно-Карбулакском районе практически отсутствует. Перевозчики отказываются обслуживать невыгодные маршруты. Заявки были поданы только на четыре маршрута. Это на Базарно-Карбулак с Белой гора и на Визовку. И здесь первый и второй маршрут. Заявку под номером 11 на Старый Бураса не подали. Я так понимаю, что это невыгодный маршрут, экономически невыгодный маршрут. В областном Минтрансе о проблеме знают, но влиять на районные власти по закону не могут. Предлагают лишь пустить межмуниципальные маршруты. Пытаемся организовать маршруты, которые проходят межмуниципальными образованиями. То есть, если сейчас мы говорим о маршруте Базарно-Карбулак Старой Бурасы, то сейчас мы организовали пробный маршрут села Болтай, Базарно-Карбулак, Новый Бурасы, Саратов. Для жителей отдаленных сел Базарно-Карбулакского района это все равно не выход. До них автобус не доберется. В администрации района предлагают другой вариант. Сейчас ведут переговоры с частниками о том, чтобы пустить в нужных направлениях хотя бы пару автобусов в неделю. Но если перевозчик тоже посчитает маршруты невыгодными, жители вновь останутся одни со своей бедой.